Сергей жизни людей спасает вот уже 12 лет. Здесь, на выставке, посвященной 22-летию Сочинской территориальной поисково-спасательной службы, демонстрирует водолазное снаряжение. Рассказывает о подводной съемке, которая использовалась и в работах при поиске обломков и останков пассажиров, разбившегося в Черном море Ту-154. Сергей также работал на месте этого ЧП. Всего же в багаже спасателя несметное количество поисково-спасательных работ, как на воде, так и на суше. Работа тяжелая, ответственная, но есть в ней и свои большие плюсы. Это помощь людям, вот это душевное удовлетворение, когда ты делаешь такую работу. Это, конечно, присутствует. И как бы приключение. Каждый день ты идешь на работу и не знаешь, что тебя ждет. Может быть, тебя вертолетом отвезут в горы, и ты будешь искать кого-то. Или же, опять же, погрузишься под воду и будешь, ну, что-то там, какие-то задачи выполнять. Каждый день приходим для того, чтобы помогать людям, оказывать помощь, когда это требуется. Сегодня в самом центре Сочи горожане и гости курорта также смогли увидеть аварийно-спасательные машины, реанимобиль, моторную лодку и квадроциклы. Школьники же и посмотрели, и потрогали технику, и задали вопросы о профессии спасатель. Ну, а кинологи ЮРПСО провели показательную тренировку. Медики же спасотряда на специальном роботе-тренажере показали, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию. Такой выставкой спасатели решили продемонстрировать свои возможности и оснащение спасотряда. Наша задача – это прикрытие территории Южного федерального округа по вопросам безопасности наседения. Нас уже практически 800 человек. И мы находимся рядом с людьми каждый день, каждую ночь, каждый час и каждый день. Даже несмотря на праздники. Поэтому здесь мы выставляем только ту небольшую часть, которую можем освободить сейчас. На самом деле мы гораздо сильнее. В состав ЮРПСО входят шесть поисково-спасательных отрядов – Адыгейский, Ейский, Краснодарский, Краснослободский, Туапсинский и Крымский. Знаковым свой день рождения спасатели считают еще и потому, что 1 марта в России отмечают День гражданской обороны. День гражданской обороны. Продолжение следует...